вопросы чтобы сделать структурный анализ жидкости нужно замораживать есть мы не теряем абсолютно структуры химически физические переходы это не изменение химически есть физический процесс есть химический процесс замораживания это физический процесс я помню в смысле структура молекулы не меняется да измениться положение а вот именно это именно структурный анализ вот человек который работает собственно с этим прибором пожалуйста все к нему вопрос почему его никто не что потому что одна основная причина вы видели что пик этот немного разуме да если все остальные остренькие этот разуме дело в том что если уже углубляться в химические свойства этот водород может обмениваться с другими водородами в частности воды которые всегда находятся в пробе и поэтому и вещество может немного меняться в частности будет меняться сигнал именно вот этого водорода который при кислороде поэтому он размывается и возможно там и могло бы быть что-то но она все смыто можно сделать из вывод из этого вывод то что он размывается если химики обычно вид что она размыта то есть это либо либо водород при воде при кислороде либо водород при азоте то есть это такие специфические водороды да если например какая-то органическая молекула содержит брома есть два стабильных изотопа 79-81 как это можно учесть в масс-спектроме очень просто оно так и видится те части ну дробленные вот эти части молекул реально происходит их деление на масс-спектре получается два практически одинаковых по интенсивности пика то есть 79-81 с разницей в массах в 2 аналогичное происходит и для и для хлора там 35 и 37 да но там соотношение интенсивности 3 к одному будет какие возможности по я не уверен что я могу это рассказывать из-за некой подобия коммерческой тайны но если вы хотите приходите к нам на экскурсию но по крайней мере насколько я помню все точно этого тысячелетия то есть минимум максимум 15 лет им да да скучно вопрос к размытии этого бугорка это статистический эффект или это следствие неких плантовых эффектов это статистический да да если мы будем уменьшать температуры или повышать качество прибора мы получим там получится тоже триплет но нам это не нужно потому что именно потому как себя ведет ну как двигается атом статистическим молекуле мы можем заключить что-то его взаимодействие да да то есть иногда это выгодно иногда это нет на самом деле есть много других видов у нас будет больше времени мы исследуем вещество в разных агрегатном состоянии при разных температурах то мы сможем сделать больше из этого очень много различных изучений посвящен различных сетей посвящено именно поведению молекул в ямре при различных температурах то есть там целое температурное исследование есть да да когда лучше всего использовать именно элементный анализ но я могу сейчас описать кратенько как это происходит у нас мы получаем вещество моего заем на ямр спектр если ничего не понятно мы его сдаем на масс спектр если ничего не понятно мы и вещество не содержит галогенов мы его сдаем на элементы анализ если у нас все есть и мы хотим точно подтвердить структуру мы заем на рентген за да там со всякого рода туннельными зодовыми электронами микроскопии данный метод не совсем позволяет точно определить структуру все такие вещества поэтому он используется в качестве таких плюшек насколько я помню в харькове электронного микроскопа не особо есть но у нас не используется да да исторический фактор в каком порядке эти методы примерно когда были открыты и начали использовать могу рассказать про рентгеноструктурный анализ и про ямр спектр за ямр получили на близкую премию в пятидесятых годах за открытие явления магнитного резонанса брегги и вульф получили в шестидесятых по моему или нет пардон они получили бреки и вульф нет точно не скажу лучше погуглите первые ящик с сжиганием первые ящик с сжиганием точно не скажу были какие-то методы анализа промежуточные между этими которые уже двадцатого века и предыдущими которые просто разные реакции на что-нибудь разная реакция на самом деле до появления всех всех вот этих вот методов физических методов анализа обычно следовали совершенно по-другому структуры то есть там структура всяких разных природных веществ девятнадцатом веке понятно ничего этого не было открыто ни хроматографов не моспектрометров ничего из этого поэтому использовали абсолютно химические методы анализа сравнивали то это вещество или не то это вещество по температурам плавления либо кипения то есть это характеристика тоже каждое вещество туда бутлерово да были какие-то вещества у которых вот после исследования на вот этих приборов были прям перестроен структуры или потеря можно сказать довольно точно ничего я могу сказать в книжку о которой да об этом написано ничего просто липсон химия низко молекулярных природных соединений насколько удобно программное обеспечение программное обеспечение для съемки или для расшифровки спектра я оператор одной из этих трех машин но на самом деле насколько я помню собственного элементом анализе там вот если видели там вот это у меня приборчик справа такая диаграммка насколько я помню сразу получаются операторы именно эту диаграммку то есть там клик и все выводы из этой диаграммки вот эти вот пики подсчитывается и программа и же их площадь все дела переводится в массовой доли и так далее но сейчас насколько я понимаю все автоматизировано уже только там есть кнопочка рожает результат 15 лет назад помним 15 лет тогда еще facebook 2004 появился майспейс только есть